А это и другие игры вы можете купить в моем магазине игры AlexTor. Ссылка в описании. Так, подожди, а мы по-моему вставили? А, слэш. Свитч мод, конфирм мод, точка. Все, да, это мы настраивали. Так, ручник дернем. Таббик. Логистик хаб Гамбург. Дорогой сэр или мадам. Это типа отсчет о работе нашей, понятно. Да, удалить. Так, это типа я, локация Дюйсбург. Находимся мы фиг знает где, трейлера у нас нет, потому что, кстати, в комментах писали, что там тандем можно, да, вроде как можно. Так, транспорт. Сэмитрактор. Может? Опечаток? Сэмитрактор. Трактор. Кстати, у нас как бы тягач есть. Водилу нужно нанять как-то. Так, финансы. Что-то у нас награда в минусе, понятно. Так, свободный слот. Трешка. Мы можем его нанять? Или нам нужно еще купить прицеп? А, подожди, но... Трейлер. Трейлер есть. Давайте попробуем наклацать. Так, доступный слот. Правильно же, да? Наверное. Возраст 53. Женат. Контракты безлимитные. Одинокие безлимитные. 28. Так, ну, а какого-то водилу со стажем. Полтинник. Вот полтинник, думаю, подойдет. Хайр, это типа нанять. Так, 300 евро, окей. Ага. Как ему назначить грузовик? Файр сжечь, наверное, типа убрать его нафиг. Нужно как-то его посадить на трак. Так, транспорт водила. Ченч драйвер. Хорст Хеймерман. Выбрать. Так, а как за ним забронировать? Ну, нифига, затюнить можно. Ливреи. Как за ним забронировать этот прицеп? Как прифигачить прицеп? Трейлер вот есть. Customize. Почему? Короче, cancel. Нафиг. Чувствую накладывал. Ну, видимо, прицеп автоматом к нему идет. В теории. Я не знаю. Я могу ошибаться. Потому что, смотрите, мы без прицепа, мы на обычном грузовике. Ну, можем, конечно, себе докупить для тандема. Это получается вот тягач. У нас есть трейлер. Но трейлер я не вижу, как его тут прицепить. Поэтому я буду надеяться, что оно как-то работает. Ну, как бы написано, да, водитель на траке. Так, а есть у нас отчет о работе или нет? О работе водителя. Знак восклицания. Так, а это я? Что это за город? Гамбург, а он в Дюйсбурге. Слушайте, а что получается так, что мы его будем вживую видеть? Это ж такое было где-то было. Восемнадцать стальных колес, по-моему, такое было, когда можно было вживую видеть игрока или там нельзя было. По-моему, можно было. Так, хорошо. Будем считать, что все отлично. Так, мне нужно найти заказ. Если честно, я не помню, как его искать. Ага, вспомнил. Так, мы можем загрузиться тут же. Но мы ехали, смотрите, из... Пальцем показан на экран, вы же не видите. Хорст Хеймерман. Вот от этого дядьки, который сейчас находится в городе... Гамбург, не Гамбург. Нет, мы в Гамбурге. Короче, я не помню. Пофиг, там находится. Вот, нам сейчас нужно взять заказик. Только я уже не хочу ввести вот эти вот 300 КМЛ и 400, сколько я выбрал. Мне нужно что-то поскромнее. В смысле старт? А финиш тогда что? Ого! Ну, это слишком далеко. 7 палет, 2200. Слушайте, ну, я бы, если честно, заработал бы чуть побольше. С маленького расстояния, если можно. 900. Так, что-то тут непонятное. Это очень далеко. Штука 250 в киль. Это, кстати, рядышком. А вот, смотрите, вниз по карте штука 900. Так, что у нас еще тут есть? Во, хавчик за трешку. Фастфуд. Изи танк. Yes. Так, кто-то говорил, что мы там можем себя... А, подожди, так... Я, походу, ему должен заказ выбрать, да? Нет, он сам по себе. Но, если что, я ему выбрать заказ не могу, поэтому, значит, он сам по себе. Потом зайдем сюда, посмотрим, что-то он там себя наклацывал или нет. Так, выйти. Ага, маршрут нарисовался. Ручник скидываем. Как там камеру поменять? Так, это поворотник, я уже не помню. Так, надо посмотреть. Я уже забыл. Так, управление. Customize. Track. F2. Ага, понятно. F2. Кстати, я на какую-то кнопку, помню, я вырубал эту фигню. Во. Наконец-то. Ладно, давайте по городу пока что включим. По городу полезно. Кстати, что у нас по топливу? По топливу все есть. Можно будет потом заправиться. О, нифига, отдалил как. Так, ну мне прямо. Но это, судя по всему, на правый ряд. Зеленый. Желтый. Ну, я ж типа успел. Ой, нифига, все здания высокие. Так, мне прямо по-прежнему, но горит уже красный. Обзора мне хватает? Хватает. Так, как там? Ой. Тебе просто тормоз хотел держать. Так. А я не вижу, нифига. Ладно. Так, там, по-моему, обувь. Да. Все, включил. АЛ убавить. Габариты просто включу себе. Так. Буду везти один груз. Второй не буду по пути подбирать. Как вы писали в комментах, что можно два груза подобрать. Второй брать не буду, потому что там нужно смотреть, высчитывать, какой груз выгоднее, куда. Это, я думаю, лучше всего не на короткое расстояние, а на длинное расстояние так делать. Чтоб касануть максимум обла. Сейчас мы из города выйдем. А, нет, подожди, из города. На загрузку я заеду. И тогда мы потом посмотрим, что у нас там по... По этому. Поводили. Как он там себя чувствует. Ёпта, вы чё творите? Чё, ДТП не устроили? Офигеть можно. Так, мне на него этот ряд. Буду ручник дергать. Так проще будет жить. Паркинг трёхэтажный. Подожди, я чё-то не понял. Я грузиться туда еду или куда я нафиг еду? Куда я еду, скажите мне, пожалуйста. Ну, всё норма. Чё она мне показывает 9 часов до сна до этого? Я уже, блин... А, вон 4 км справа. Я туплю, бывает. У нас снова, кстати, это 9 часов до сна. Я забыл уже, что оно так и светилось, ничего не менялось. Так, нам прямо. Блин, хотелось бы, конечно, водилос его увидеть. Куда он собрался влево ехать? Блин, так плавно разгоняется. Класс. Офигеть! А чё он так резко тормозит? Чуть не обделался. То ты орёшь, что ли? Чертяка! Сейчас меня штрафанут, блин, за красный. Почему ты едешь, когда я начинаю ехать? И стоит, когда я стою. Офигевший, зараза. Водила. Так, как там грузиться, я уже не помню, если честно. Так, иди к офису. Давайте, может, сразу к рампе подъедем. Вот, кстати, с полуприцепом, чтобы рулить туда-сюда, тут места как-то маловато. Так, а как мы... А, понял, просто назад. Чё-то я думал, что мы раньше передачу втыкали, чтобы задом ехать. Отлично. Так, выйти, по-моему, просто мышкой нажать, и всё, да? Да. Так, а где... А, вот офис. Пикап фастфуд. Окей. Так, сейчас загрузимся и полетим. Можно было и ближе подъехать. Окей. Всё, всё. Ну, по объёму мало, конечно. На самом деле, можно было, знаете, как посмотреть? По-хитрожопому. Просто собрать все заказы из этого города в тот город, куда я собирался ехать. Какого фига? Что случилось? Так, передача вторая стоит, но я ехать не могу. Как нам вперёд поехать? Я не знаю, почему вообще у нас... Сейчас поехал. Может, бах какой-то, я не знаю. Короче, ну, я задом задавал, я ничего не включал. Я просто нажал тормоз, остановился, нажал назад и поехал назад. Здесь же почему-то сейчас какая-то фигня сработала, что я просто нажал газ и мы поехали задом. А вот сейчас, получается, потом что-то я нажал. У нас была потом R1, то есть задняя. И вторая воткнулась. На второе тронуться не смог. То есть мы тронулись только, когда я заглушил и завёл обратно. Причь, странная фигня была. А, стопэ, я же загрузился. Так, я надеюсь, я остановился автоматом. Так, чё-то нашёт. Чё, вырла, не работает. Типа, эта компания не имеет грузов для тебя. Может, у него прицеп не зафигачился к нему? Ну, прицеп-то есть. Блин, ну, прицеп-то непростой. То есть под животинок. Если он под животинок, может, мы реально должны ему заказ брать? А, соответственно, выходит так, что... Может, тут просто и грузить-то нечего на этих базах. Фирму какую-то нарыть. Может, что-то будет. Животных нет. О-о-о! Кооператив. Так. Давайте зарядим просто на все бабки. Пусть едет. За 4 600. Да. Ехать, конечно, мы далеко. Всё. Понятно. Это, короче, мой прогон, выходит, был. Я просто... Я забыл, что у нас прицеп такой. Я поэтому на автомате думаю, он, наверное, сам сейчас что-то найдёт. Получается, ему нужно искать заказ. Ой. Мы, получается, выступаем в роли диспетчера ещё вдобавок. Поэтому мы должны обеспечивать его работой. Так. Мне тут прямо нужно будет. Какая-то пробка там непонятная слева. Два грузовика. Но. Бывает. Хорошо, что нам не налево. Я прям рад. О, автобус как-то щемится потихоньку ещё. Смотри. Нам будет сейчас хотя бы посмотреть в ту сторону. У нас будет белый, так сказать, зелёный. Или нет. Короче, автобус ему пропахивает бочина. Ну, вроде всё ок. Пролазит потихоньку. Возможно, он реально газует постоянно. Просто как раз пролазит потихонечку. Звёзды не сошлись. Так, сейчас по трассе придётся дубасить на все бабки. Ух ты, блин. Я тут хотя бы не заблужусь. Давайте средний ряд возьмём. У нас как раз, по-моему, средний нарисован. Нужно будет следующий стафор проскочить. Случайно. Поехали. Так, средний ряд. Будем пытаться ехать по нему. Ага, замечательно. Ну, мне нарисовано по среднему. Еду по среднему. Куда тут? А за что меня сфоткали? Ааа, я походу... Я за светофор заехал. Так, если сфоткали, тогда поехали дальше уже. Я чё-то подумал, что он прям на самом углу стоит. Как-то я втыканул этот момент немножко. Насколько там сфоткали? Пятихатка была или сколько? Блин. Обидно. Ну, ничего не поделаешь. Так, надо карту посмотреть. Где там моя карта? Так, я. Ну, блин, пока что нужно смотреть, куда я еду. Чтоб вот здесь не тупануть. На той развязке большой. Надеюсь, светофоров тут никаких не будет. Так, у нас превышение. А знаки камер будут или нет? Чтоб мы успели притормозить. Или сейчас нас надубасят, я не знаю, штуки на две. Так, предлагают левый ряд взять. Я, кстати, даже не посмотрел, в какой город я еду. В какой-то едем, в какой неизвестно. Ну, легковушки шпарят норм. Так, мне левее. И, по-моему, там нужно будет на клевере, да, направо свалить. На клевере направо. И будет база скоро. Хорошо, тогда... Чё там нажать надо было? Тап? Нет, не тап. F1. Во, F1, точно. Всё, теперь можно ехать без этой фигни. Чтоб она нам не мешала. Там же, кстати, на заправке можно будет заправиться в городе, потому что мы, по-моему, груз прямо на заправку везём. А какое расстояние? 143 км. Ну, было, по-моему, 170 я видел. Но мы по городу фиг знает, сколько проехали. А там у нас плюс в том, что по городу ехать особо даже не придётся. И это не может не радовать. Почему он этот притормозил? Они же должны притормаживать. Плюс у них ряд для разгона есть, полоса это для разгона. Он не обязан их был пропускать. Блин, как мне нравится в зеркале, как плавная картинка смотрится. Апелёчек обгоняем. Жаль, конечно, не жёлтый мини-купер. И, по-моему, грузовики здесь, получается, не бьются, да? Потому что сколько мы в ДТП попадали, то у нас только груз побился, и всё. Грузовик живой. Так, я надеюсь, я ещё не проехал. Так как-то я втыканул, не смотрел на карту. Ехать нам долго. 123 КМ ещё. А было 140, когда мы смотрели в прошлый раз. То есть 20-ка пролетели. Но сейчас как-то по ощущению, поактивнее это всё идёт. Не знаю почему. Наверное, потому что первый раз как-то было напряжено, потому что ты сидишь, не вдупляешь, какие кнопки, что жать, куда, зачем. Тут сейчас хотя бы у нас... Ну, второй раз, если честно, я думал, что буду так же тупить. Но мы как-то даже, мне кажется, чуть побольше разобрались. В происходящем. Так, тут что, ремонт дороги или... Один ряд. Так, спринтяк. Топни, пожалуйста, побыстрее. Ух, нифига. Я подумал, меня понесло, но по-моему, нет. Это был клевер? Это был клевер. Зараза. Понятно. Вот это сейчас круг подсчёта я буду делать. Но задом я не буду сдавать, а то сейчас точно хлопнут. Объедем, пожалуй, по кругу. Главное, в отбойник не въехать. Потому что это будет крайне легко. Потихонечку будем спускаться. Вон, 40 км в час мне хватает. Чтоб поворачивать как-то более-менее. Так, это нам сейчас одна петля, вторая петля. И на третьей мы только поедем туда, куда нужно. Хотя прямо тоже вроде можно. Хотя, может, и стоило и задом сдать. Узнали бы, будет штраф за это или нет. Я сначала не оттуклил. Я подумал, там, может, ремонт дороги какой-то, может, ещё что-то. Почему-то я до этого смотрел на карту, я такой, типа, ну, нам нормально прямо ещё ехать. Мы, оказывается, очень быстро добрались. Так, давайте чекнем, где там наш водила катается. Дед, ты где? Почему она меня показала? Ага, дед летит вниз. Ну, отлично. Я ж надеюсь, тут по времени не будет каких-то этих приколов. Типа, что он хоть успеет доехать за грузом, чтобы он не пропал никуда. Какие-то вон полоски непонятные. Я не знаю, что срочность или фиг знает. Но дед едет. Дед едет, и всё норм. А мы куда вообще прёмся? А, в росток. Окей. Так, ну, можно топтать снова. Главное, в этот раз не проехать наш поворот. Давайте, наверное, посмотрим, сколько у нас осталось этих перекрёстков. Один, два, третий наш. Понятно. Один, ну, короче, мост и одна развязка. Не заправимся заодно. Сколько там топлива показывает? Дофига ещё топлива. Можно будет подлить, чтобы было. Блин, с трафиком страшно поворачивать. Какую фигу он дал по тормозам после поворота резко? Засранец. Засранец. Хотел, чтобы я в него въехал, походу. Кстати, интересно, я груз не побил тогда, когда задом въехал в рампу. Ситроенчик Берлинга полетел. Как ненормальный. Так, Опелю приторможу. Он постоянно сбоку едет от меня. Офигеть, такая стена огромная. Чтобы эти выхлопные газы всякие и пылюка не летела. Так, что там по нашей карте? Пока что поворотов нет. Но что-то, по-моему, виднеется. А, нет, это поворот просто дороги. Так, тоже прикольная камера. Но, кстати, отсюда... Ну, так самая медленная, а так самая быстрая скорость такая ощущается. А из салона по-среднему. В зеркале-то вообще плетемся, можно выйти на ходу. А газелька, смотри, догоняет. А, это спринтер. Я думал, газелька издалека реально была похожа. Полетел. налет и restrictions. Есть. На этом, да. Так Singh. А. Так, это был мостик. Значит, следующая развязка и после нее наш поворот. Что здесь у нас? Заправочка. Блин, поехали заедем? Почему нет? Еще один спринтяк желтый полетел. 200 литров можно залить. Красота, да? Брычка наша. Как его заправить? Если честно, уже забыл, как заправлять. А, к баку подойти. А где бак? Нажал на бак и сел в тачку. Так, ручник скидываем. И можно лететь. 200 литров залили. Ну, неплохо. Ну, нифига, какие тачки есть. Куча разных грузовиков. Прям стоянка массовая такая. Нужно будет как-нибудь тормознуться, попробовать поспать. Потому что я... А, сон, наверное, в симуляции. Мы же в Аркаде катаемся. Точно. Там, возможно, доход будет меньше. Я думаю, можно будет потом в симуляцию как-нибудь перейти, когда мы уже привыкнем к ней. Тогда уже можно будет переходить в симуляцию. А может, получается, мы в симуляции катались, поэтому нам тогда нужно было заднюю вставлять там отдельно. И так далее. Наверное, так и было, скорее всего. Как-то снова непонятный движ. Все то тормозят, то едут. Берлин, Росток, прямо. Магдебург, направо. Так, мне прямо. Короче, они притормаживали, чтобы нормально прочитать что там на указателях, наверное. Потому что я больше не вижу причин. Ни знаков, нифига не было. Я просто... Я, по-моему, даже не дотронулся до забора. Просто съехал на этот. Ой, подожди, это наша. Это наш. Это наш. Прости. Нет. Без комментариев. 10%, да? По-моему, 10%. Это ж не наш поворот. Это не наш. А какого фига это адов ДТП за него попал? Нафиг мне его показали. Если это не наш поворот. Я подумал, ну, может, я пропустил. Поэтому я уже начала сюда залетать. Чтобы потом не разворачиваться через 100 километров. Оказывается, просто игра неправильно мне нарисовала маршрут. Мы могли дальше ехать прямо. Но следующий точно мой. Я просто сюда еще поворачивал. Думаю, да блин, мы же вроде не проезжали, нифига. Только был мост и заправка. Еще один перекресток должен был быть. Ну, развязка. 10%. Так, нам должны были трешку заплатить. Я надеюсь, 2,5 хотя бы дадут. Я надеюсь, по 5% было всего лишь 2 раза. Потому что второй раз как-то слишком долго светилось. Так, грузовик обогнали. Обогнали. Можно резать дорогу. Ну, и получается, обочину очень сильно не любит. Помните, мы у нас в прошлой серии. Но когда на обочину выехали, у нас сразу урон пошел. Поэтому здесь, я честно, я не уверен. Дотронулся я до отбойника первый раз или нет. Но на обочину точно съехал. И вот мне кажется, это возможно была обочина. А дальше там уже, ну, в принципе, все... Все-все и так видели. 75 километров осталось. Как-то вот первые километров 70 пролетели очень быстро. Дальше как-то в натяжку расстояние пошло. Показывает росток направо. Съезд. Это точно наш. Могу даже поворотник включить. Для приличия. А эту фигню можно вырубить. Навигатор, кстати, маленький. Там бы отдалить, если честно. Чтоб было лучше видно, что там происходит. Ух ты! Как вовремя притормозил. Я бы не вписался. Ближний включат. Как-то потемнело по ощущению. А, ну и время. Вон 19.13 пишет. Походу, следующая поездка у нас будет ночная. Нужно будет сейчас приехать, посмотреть, что там дед. Забрал груз или нет. Но, учитывая по карте, куда он доехал, мне кажется, он дубасит прям нормально. Как раз вместо остановки можно будет чекнуть. Так, дед, как твои дела? В натуре уже грузится, офигеть можно. А, ну... Он загрузился или нет? Походу, да, уже, походу, поехал. Нормально. Дед дубасит. Что горит на свету фури красный? Зеленый. То есть, светом фара он так засвечивает, что и непонятно особо. Так, дорога узкая здесь. На обочину съезжать нельзя ни в коем случае. Даже если очень нужно. Даже случайно нельзя. Иначе сразу дадут по шапке. Так, а куда мне выгружать на заправку это все? Блин, они с такой скоростью летят. Мне кажется, они не смогут остановиться. Так, а туда... Как я туда заехать должен? Я туда задом должен заехать или как? Или передом? Или какой стороной? Потому что рампы никакой нет. Но если представить, что там рампа есть, с этой картинкой, как у нас обычно было все, то, значит, вот так вот задом туда нужно залететь. Проще было, наверное, оттуда. Через круг почета. Раз и все. Блин, ну дед реально быстро. Я не знаю, почему он так быстро носится. Может, кстати, тягач быстрее у нас? Или коровкам жарко? Решил освежить их. Так, ну сейчас мы узнаем, правильно это или нет. Отлично. Так. Ой, зажигание вырубил. Ну пофиг. Идем. Окей. Сейчас мы все узнаем. Так, но рейтинга стало больше. Бабок нам дали 2800. Дэмэдж 10%. Ну и норм. Меня вроде как устраивает. Отлично. Все шикарно. Мы все сделали. Заказ довезли. Проверяем еще раз деда. Так, но... Дедукейшн 311. Я так понимаю, что это у нас как раз таки штраф этот. 311. Так, удалить письмо. Да. Логистик. Где там дед? Откуда он едет? А, вот он. Короче, дед выехал. Все у него классно. Жизнь удалась. А, вот он забрал сейчас груз. Короче, я не знаю, почему он в другую сторону был повернут. Возможно, затупил. Ну, норм. Как раз он туда привезет. Оттуда новый заказ может взять. По этим базам будет ездить. Шикарно. Транспорт новый. Я не знаю, как покупать. А, уже знаю. Так, что у нас? У нас двухосник. Так, подожди еще раз. То есть, левел 4 должен быть, чтобы я смог открыть вот еще одно место. А у нас сейчас нулевой. Что это нам дает? Вот, грузоподъемность в два раза больше. И то, там подкатная тележка. Ну, это, как его, короче, подъемная. Тягач. Ну, кстати, вот топливо-то на 200. Это как раз наш вариант 150 тысяч евро. И condition new написано. То есть, состояние новый. И почему-то, раз написано новый, значит, наверное, бывают и бушки. Судя по всему. Так, тут тоже new. 2100 крутящего. 420 сил. Одинаковые, короче. 12 ступка. Тут бак какой-то детский. Но тут грузоподъемность, судя по всему, побольше. Так. Это, судя по вот этим пипкам, это контейнеровоз должен быть у нас. А, ну тут контейнер-шасси написано. Одна двадцатка. Двадцатку контейнер можно грузануть. Бензик возить. Топливо. 200 тысяч. Так. Риджит. Риджит. А, это скания. Я смотрю, думаю, это вроде что то же самое, что у нас. Так. У нас тут получается только скания и ман. Ниже ничего нет. Так, надо тогда посмотреть этот, как его зовут. Трейлер посмотреть. Так, вот. О, пятнашка. Блин, ну мы можем, в принципе, себе купить. За пятнашку. Но если вот эта осень у поворотная, я, блин, я не смогу с ним ездить. Мне это будет очень тяжело даваться. Если вот эта вот ось поворотная. А, она ж явно поворотная. Это будет сложно. Я не умею с такими кататься. Так. Ну, точнее, заезжать задом. Полуприцеп. Выглядит веселее. Двадцать восемь тонн власть. Так, а сюда двенадцать тонн сразу. Я думаю, что для начала нужно свой грузовик, значит, нормально грузить. Потом мы просто можем себе купить тягач нормальный. А этот купить прицеп и кому-то сбагрить. Ого! Даже вот так вот можно? Ни фигашечки. Ни фигашечки, что можно сделать? Кратыша можно взять. Это он открытый, что ли? Да. Под контейнеры. Автовоз. Бензовоз. И бензовоз. Блин, ну вот это, конечно, жирно. Вот такая штука. Просто двадцать восемь тонн. У нас там сколько-то? К этим же нельзя сзади зацепить. Ну, к этому сзади точно ничего не цепляется. К этому тоже. К этому тоже. И этот тоже. И этот. И этот. И этот. И этот. И этот. Ну, офигеть. То есть, получается, мы себе можем ту огромную фиговину прицепить. И с ней гонять. Прикольно. Ладно, народ. Думаю, что на этом закончим нашу серию. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылки будут в описании под роликом. Ну, а с вами был Алекс Фреш. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.